Бодрости духа этой женщины можно позавидовать. В 85 Зоя Сергеевна Митракович помощи не ждет. Сама помогает другим и не только близким. Более 7 лет она волонтер в доме ветеранов РКЦ «Прогресс». Навещает и ухаживает за теми, кто не может выйти из дома. За годы число ее подопечных перевалило за 700. Почему-то я так чувствую, что обязательно я должна кому-то что-то помочь. Я никогда никакой благодарности, кроме слов, от них не получаю. Прямо думаю, ночами готовлюсь, куда я пойду и кому что принесу, о ком позабочусь. Бескорыстный труд Зои Сергеевны отметила жюри акции «Благородство». Лауреаты этой премии – неравнодушные люди со всех уголков Самарской области. Глава села, который в одиночку тушил пожар ночью. Прохожая, обезвредившая грабителя аптеки. Молодая девушка – донор части печени для своей сестры. Таких историй в оргкомитет акции пришло более 300. О добрых поступках рассказывают друзья, близкие или коллеги номинантов. Мы смотрим в комплексе. Ведь можно совершить один поступок, да, добрый. Вроде как галочку поставил и все. Но, как правило, наши лауреаты – это именно те люди, для которых это не просто разовое какое-то событие, там, да, или то, что вот они сделали добрый поступок. А это… они так живут. Награды вручаются уже 19 лет подряд. Жюри акции отмечают – среди участников стало больше молодежи. Самый юный лауреат этого года – волонтер, 16-летняя Алина Старчак. Я могу сказать спасибо тем людям, которые буквально воспитали меня, буквально подарили мне этот шанс. Это мои друзья, мои одноклассники, моя мама, которая воспитывала меня, несмотря ни на что. Она в зале? Да. Мамочка, поднимите меня, пожалуйста. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Спасибо вам огромное за вашу...